А что я сказать хотел? Да, по поводу сои. Интересно, когда россияне используют термин соя, когда, значит, они называют кого-нибудь, кого подразумевают быть леваком, соевым. Да, дорогие зрители, можете мне напомнить, какая самая распространенная сладость компании Ротфронт присутствовала на любом школьном чаепитии? Если кто-нибудь в РФ рос, как определить, что Дед Мороз на школьном утреннике на празднование Нового Года пришел сразу после празднования Хануки похода? Когда ты открываешь вкладке «Подарок», а там одни знаменитые соевые батончики Ротфронт. Те из вас, кто помоложе, скорее всего, не застали. А я застал. Потому что по умолчанию, по умолчанию, основной сладостью советской был батончик из спрессованной сушеной сои с сахаром. Буквально. Это как халва вместо орехов нахуй. Там соевые бобы. Халва из сой. Соевый батончик. В каких странах это вообще продавалось? Ну, это по всему Советскому Союзу изначально продавалось. Я не знаю за Украину. Может, в Украине это тоже было. Понятия не имею. Но я точно знаю, что в РФ этого было. В любом кондитерском отделе, помимо нормальных конфет, всегда были соевые батончики. Это было всегда самое дешевое, самое доступное. Они вкусные. Я думал, там орехи. Да, орехи. Поэтому они называются соевый батончик. Это название. Ты, если, как бы, развернешь фантик от него, на нем это написано. Сое захватывает РФ. Чувак. Она, как бы, при Совке была придумана, как бы, и просто унаследована Российской Федерации. Это оооочень популярная. Потому что дешевая. Я о таком не слышал, даже хотя у нас долгое время были постсовковые кондитерские предприятия. Да как ты мог не слышать про соевый батончик Ротфронт? Ты че? Ты, наверное, просто не знал, что он соевый, скорее всего. Вот как тот же чувак, который писал, что думал, что там орехи. Загугли просто, как выглядит соевый батончик Ротфронт. Ты узнаешь фантик по-любому. Ты, скорее всего, их видел, как минимум. Просто не знал, из чего они и че это. Я в детстве не знал, что это соя. Но я, как бы, не знал и че такое соя, в принципе. Но они мне просто не нравились. Справедливости ради, я их халву не очень люблю. Поэтому, если жили в РФ, если жили в РФ в нулевых, в РФ в 90-х, в Совке в 80-х и немного раньше тоже. Вы эту хуйдели, вы просто не знали, как она называется. Я вам гарантирую. Загуглите. Его название. Соевый батончик. Фабрика Ротфронт. Да, Ротфронт везде сейчас. Так Ротфронт, это бренд, это лейбл. У нас она была в другой упаковке, но форма-то. Так что вот. Если вы загуглите, посмотрите фантик, посмотрите, как выглядит. Вы поймете, что вы миллион раз это видели. В детстве. В юности. В отрочестве. У нас был топовый Рошен, а не Рошен, это уже потом. Рошен в РФ продавался долгое время и, по-моему, наверняка до сих пор есть. Я когда приезжал в 2019-м, Рошен на всех прилавках. Кстати, из того, что я пробовал, конфеты Рошен реально хуйня. Я уже говорил, я попробовал, короче, как бы хотел купить конфету коровка в 2019-м году. Пошел в Магаз в Москве. Коровки старого типа, совкового, не было. Была Рошеновская. Я купил Рошеновскую коровку, я охуелся от того, какой это гав... Опять-таки, ну, все, наверное, зависит от того... Все, наверное, зависит от того, кто к чему привык, так или иначе, да? Но я привык к коровке, которая липкая, которая засахарившаяся, твердая снаружи и почти жидкая внутри. Советская коровка. А, значит, коровка Рошеновская, которую я попробовал, была хуйня полной. Я еще несколько конфет попробовал, но уже не для сравнения, а просто. И хуета была, если честно. Не, может быть, реально Рошен специально для РФ делали кал. Может быть, я допускаю. Тогда... Мое почтение, я как бы только шляпу снять могу, потому что в плане производства такое наладить довольно сложно. Чтобы еще и закупили, я не знаю, как это сделать-то. Но если реально так, то это да, это по-своему весьма круто. Но если они везде одинаковые, то тогда... Никогда не любил коровок из-за того, насколько они приторно сладкие. Так сладости должны быть сладкими. Ну, опять-таки, ты говоришь сейчас с человеком, который, когда пакетированный чай заваривает в кружке, хуярит три пакетика минимум. Сейчас у меня чай из четырех пакетиков вот в этой теме. Все кофеиновые. Три пакетика черный чай с корицей, один пакетик черный чай с ванилью. Очень приятно, когда резкий такой вкус чая. Всю полость рта. Вот. И после вкусе всяких приправ остается там корица, хуица. Ну, правда, тут он уже сильно разбавленный, потому что у меня есть вот эта среднеазиатская привычка постоянно подливать еще чайку из чайничка. Пока в чайнике вода не закончится, я не перестаю чаевничать. И не перехожу на колу. Я не люблю пить воду просто так, поэтому пить пустой чай, грубо говоря, это для меня способ выпить два литра воды примерно. Вот почему-то три пакетика надо, ты воду доливаешь. Да, но самый вкусный чай в самом начале, когда ты прямо ощущаешь все три или четыре пакетика. И поэтому сладости, они должны быть либо резко сладкими, как коровка, либо кисло-сладкими. Знаете? Ну, то есть не жестко кислыми прямо, как бы, не как вот эти вот. Помните, я не знаю, типа в Украине было или нет. Короче, у нас такая тема была в нулевых, я когда в школе учился. Купить, знаете, леденец-шипучка, да? Который леденец, пока он у тебя рассасывается, шипеть начинает. Короче, купить леденец-шипучка, круглый, вот в форме шарика которой, со вкусом кислое яблоко. И наспор его, короче, употребить. Безумно кислое. Так вот, когда я говорю, что к чаю надо кислое, я имею в виду не такое кислое. Типа, как бы... Нет, это какой-то лютый. Знаю, бывают люди, которым реально такое нравится. В чате пишут, они вообще не кислые были для меня. Я не знаю, как это работает. Вот, но что-то немного кисленькое, как знаете. Вы пробовали когда-нибудь сушеную клюкву? Я не имею в виду клюкву в сахаре советскую. Это тоже вкусное, но это другое совсем. Я имею в виду сушеная клюква, которая как изюм, только вместо винограда клюква. То есть, сушеная тупо клюква. Ну, знаете, изюм по-английски raisins, изюминки. А, значит, изюм из клюквы по-английски craisins, потому что cranberry raisins. Craisins. И они кислые, но не то чтобы жестко кислые, как бы. И я просто пригоршнями в Америке, когда приехал, потому что тут очень просто ее достать. Очень просто. Причем огромный пакет сразу. Сейчас в меньшей степени уже ее ем. Хотя, возможно, снова начну. Просто в какой-то момент, ну, типа, оскомину набило, знаете, когда по одно и то же жрешь постоянно. Даже если оно тебе очень нравится, оно зафигает. Ну, я, наверное, снова начну. У меня еще такой момент был. Купить вот эту клюкву, короче, сушеную. И черный шоколад. Жесткий такой черный шоколад. И одновременно это жрать, типа, в прикуску. Тоже было очень круто. Правда, когда крепким чаем запиваешь черный шоколад, ты после этого как твик из Южного парка. Чем их много отличается от Гоголь-Моголь. Слушай, я не повар, я не шарю. Гоголь-Моголь, это же просто яйца, взбитые с сахаром. Нет, разве? Туда же даже молоко не идет, по-моему. А в Эгног идет молоко. Это молочный продукт. Значит, яично-молочный. И туда идет приправ. Как минимум, корица и мускатный орех. Так что, ну, вот.